С нами группа Септерия и мы в гостях у выставки Нам. Первое, что хочется спросить про клипы. Планируете ли вы снимать клипы? Да, угадали. Мы как раз сейчас планируем клип этой осенью. Ну, по крайней мере, съемку выпустить, наверное. Выпустить, наверное, зимой, весной, я думаю. Ну, скорее всего, зимой. Скорее, да, будем пытаться зимой его выпустить. У вас 26 октября планируется сольник, да? А вы уверены в своих силах? Обычно как-то музыканты собираются вместе, организовывают медиафестиваль, а вы прям сольник, получается, организовываете. Ну, мы амбициозные ребята. Да, мы привыкли же. Мы же постоянно их делаем. Ну, кстати, да, мы одни из немногих молодых групп, которые... Ну, потому что молодых такой термин тоже не совсем понятный. Не совсем понятный, но, тем не менее, мы почти сразу начали делать сольные концерты. То есть, вот буквально там год-полтора существуем уже сольный концерт. Да, один раз нам сделали сольник. Нам понравилось, как бы, когда вся организация... Когда ходишь, тогда выходишь на сцену, там, и так далее. Вот с точки зрения организации, как бы, самый лучший это сольный концерт. А в каком клубе планируете выступить? Клуб «Модель Т». Мы еще там не выступали. Или «Модель Т», но это неважно. Еще не выступали там. Приезжали, знакомятся, смотрели площадку. Нам понравился звук, поэтому мы думаем, что все будет круто. А есть какой-то любимый клуб, в котором выступали несколько раз? У меня есть, да. Но, к сожалению, мы сольно там играть не можем. Да и клуб там закрылся. Это, помнишь, где же... Афиша? Не-не-не, театр. Бывший театр. А, который сейчас город, да. Большой зал. Он, кстати, закрылся. Да, это любимый клуб, пожалуй, это нынешний город. Раньше он назывался театр. Большой зал. Ну, действительно, очень классная площадка. И по звуку, и, наверное, по атмосфере. Потому что у нас уже там была любимая гримерка. Нам нравилась именно атмосфера самого клуба. Много раз там выступали. В фестивале, да. Да, ну, именно на фестивалях с группами там Рам Шамба, Evil Not Elon и так далее. Летом у вас большая такая обширная программа была. Вы выступали на многих фестивалях. Могли бы рассказать поподробнее, на каких фестивалях вы были? На Тамане, да? Были, да, на Тамане. Было жарко. Это было очень жарко. Даже на бейджиках написали, жарко. Бесец, как жарко. Ну, не совсем так, но да, так оно и было. Без цензуры, они там, ребята, простые. Фестиваль действительно был жаркий и по народу, и по атмосфере. То есть, действительно, классно было. Очень тяжело было выступать. У нас было дневное время. Ну, то есть, это было жарко и тяжело, но народ жёг. В прямом смысле слов жёг фаер, и очень классно было. А в какое точное время вы выступали? Прям солнце, получается, спалило очень сильно. Ну, часа три или четыре это было, да. То есть, это была самая-самая жара. Вот, это было... Ну, плюс мы играли там на этой, на малой сцене, и у неё стенок не было. И там, за счёт того, что не было стены, как раз солнце вот так сбоку было. Когда мы начинали играть, было всё нормально. Но где-то посреди выступления, по-моему, гитаристу начало ноги поджигать уже солнце. А так всё здорово. Ну да, обгорели мальца, так классно было. Расскажите, пожалуйста, ещё поподробнее о творческих планах. Вот сейчас вот у вас будет концерт. А что насчёт нового альбома? Вы сейчас пишете, да, его? Да, альбом в разработке, кстати, часто спрашивают. Ребята пишут в группе, задают вопросы по поводу альбома. Альбом в планах, при том, в принципе, мы уже перешли к следующей стадии от демок практически к частовой записи. Но в этот раз мы решили действительно в полном смысле слова серьёзно подойти. То есть у нас первые два альбома, несмотря на то, что они получились классными, оно было достаточно всё спонтанно и быстро. Здесь мы решили действительно серьёзно подойти к записи, каждую песню. Сначала в черновом варианте несколько раз позаписывать, поперезаписывать, послушать, подумать. Потому что в этот раз действительно хочется прыгнуть уже не выше головы, а выше двух. Приоткройте за весь состояние, он будет концептуальным или будут отдельные какие-то композиции? Нет, он, конечно, будет концептуальным, но, скорее всего, он будет и по отдельным композициям. В общем, это сложно объяснить, но именно момент концептуальности с предыдущего альбома нас затянул, поэтому в этот раз прям решили по полной программе. Спасибо вам большое, ребята, творческих вам успехов. Давайте мы пригласим всех на концерт, собственно говоря, на сольный концерт. 26 октября в клубе Model T состоится наш сольный концерт группы Scepteria. Мы всех приглашаем, благодарим портал Инсургент за сегодняшнюю встречу на выставке нам. Здесь очень классно, жарко и здорово. Всем спасибо, всех будем ждать. Приходите на концерт. Продолжение следует...